друзья что-то не то творится с приватбанком недавно моим родственникам пришло сообщение с вас списаны деньги 200 долларов оказалось что кто-то находясь болгарии перевел деньги с карточного счета на свою карточку на какую-то карточку деньги украдены естественно позвонили приватбанк сообщили о том что такой платеж некорректный и попросили заблокировать карту но прошло несколько дней и снова пришла эсэмэска с вас списано еще 300 долларов перезвонили приватбанк они отвечают деньги с отложенным платежом могут приходить к вам в течение 32 дней представляете течение 302 дней каждый день мы можем получать сообщение что с вас списано 200 300 500 долларов мошенниками которые находятся другом конце света причем необходимо добавить что на карточке не было денег списали в долг то есть у тебя нету денег но банк тебе записал что ты должен мошенникам выплатить как попала эта информация к мошенникам как попали данные карточки и соответствующий код каким образом банк предоставляет возможность мошенникам после блокировки карточки списывать ваши деньги или записывать их вам в долг я считаю что такое безобразие без работников приватбанка невозможно мы знаем что банк стал государственным и им распоряжаются чиновники и многие чиновники не такие уж добросовестные как нам хотелось и за репутацией они особо не следят поэтому должны быть бдительны прежде всего я считаю что нужно запретить все операции в интернете по переводу с вашей карточке на другую денег в любом случае это нужно сейчас сделать поскольку мне кажется что такое явление может набрать массовый характер второе необходимо обратиться в киберполицию и обязательно написать заявление это преступление и полиция должна с ним разбираться и последнее деньги вернуться вряд ли остается для нас только приватбанк необходимо проверить наши с ними договора и попробовать подать соответствующие иски в суд о взыскании этих денег с банка я считаю что это возможно учитывая что мы как потребители не должны читать весь талмуд который приватбанк предоставляет о правилах своих услуг мы должны ориентироваться на ту информацию которая нам дается во время рекламы и привлечения клиентов банку а там говорят о том что мы сохраним ваши деньги и наладим конфиденциальность и гарантируем что ваши платежи будут осуществляться только с вашего согласия в данном случае согласия не было банк гарантировал нам сохранность наших денег в том числе защиты их от мошенников но как мы видим банк нарушил свои обязательства а значит есть судебная перспектива и такие дела против банка можно выигрывать